Музыка Надеюсь, что мы все сегодня получим удовольствие от этой встречи. Хотелось бы ее провести в такой домашней обстановке. Во-первых, зал располагает. И для начала, конечно же, по всем правилам этикета, хотелось бы пригласить на эту сцену директора этого замечательного методического центра, мастер Любарскую Оксану Васильевну. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте. Виновник сегодняшнего торжества Сергей. Нам очень приятно, что этот творческий вечер и презентация книги проходит здесь, в нашем учреждении культуры. Ну, прежде чем я пожелаю успеха Сергея, хочу сказать о том, что в нашем учреждении Сергей работает совсем недавно. Но вы знаете, такое впечатление, что мы с ним уже прошли очень многое. И он очень хорошо, легко, свободно влился в коллектив и сразу затмил нас своими проектами. Человека нельзя остановить, и, наверное, это было бы очень неправильно, когда творчество переполняет этот смысл его жизни. Без этого Сергей умирает. Просто умирает. Мы, как могли, его поддержали. И, конечно же, сегодняшний вечер тому подтверждение. Его душа, как губка, которая пропитана патриотизмом. Он действительно русский человек. Патриот своей Родины. И в этот день, вчера совсем недавно был праздник, 23 февраля, поэтому у всех присутствующих мужчин с прошедшим праздником, а сегодня день Сергея. Мы от чистого сердца тебя поздравляем. Ни в коем случае не останавливайся, а ему не позволит его муза. Вот он живет одним днем, и он не знает, на какой путь завтра направит его муза. Это очень важно для творческого человека. Сереж, так держать. Я смотрю, когда ты к нам не пришел, книга уже выпустилась. Она уже даже в том нашего зала. Я думаю, это большой знак. Только вперед. Ну и поздравления и подарки тоже должны быть для такого тонкого творческого человека с легкой изюминкой. Что мы сделали? Ну, во-первых, эти цветы. И если ты обратишь внимание, здесь стихи Пушкина. Ну и как истинно патриотическому человеку мы дарим вот такого кожаного гусара, который сделан руками нашего коллеги-сотрудника. И мы к этому подготовились от души, я думаю, ты оценишь это по достоинству. Ну, а теперь, Сережа, удивляй, а мы будем наслаждаться. Добрый путь! Сказать тронут, наверное, не сказать ничего. Особенно кожаным гусарам. Спасибо огромное от души. Действительно, то, что сделано своими руками, это, наверное, самое дорогое. Думал, как спланировать вечер, как его сделать. Времени не было абсолютно, потому что сейчас идет проект «Уроки мужества», который, собственно, я запустил здесь, и он, слава богу, пользуется успехом, потому что молодежь сегодня должна действительно, наверное, знать, что такое Родина, что такое честь. Если будут какие-то заминки, сильно не ругайтесь, помидорами не бросайтесь, потому что подготовки действительно как таковой не было. Любой творческий вечер, свой авторский, наверное, любой человек, который его делает, любой, хоть какое-то отношение имеющий к литературе человек, должен и обязан начинать с самого главного. А самое главное, я думаю, у каждого из нас – это мама. Это тот человек, который подарил тебе жизнь. Нет, женщина дороже той, что матерью твоей зовется. Она поймет, простит, дождется, жилья на свете лишь так бы. Ей оправдание ни к чему, да и слава порой излишни, и знает лишь один свящий, как тяжело. Прильнув к окну, порой смотреть тебе во след застыв, и даже не моргая, покуда вовсе не растает, во тьме начнет твой силуэт. Как хочется порой набрать твой номер без очков, на память и все же себе переупрямить, боясь хоть чем-то помешать. Как жаль, не всем понять дается суть этой истины простой. Нет, женщина дороже той, что матерью твоей зовется. Я хочу попросить маму мою выйти на сцену сейчас. Прогласим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вторая не менее важная часть жизни каждого человека — это его друзья. Именно благодаря им мы живем, творим и чего-то добиваемся в этой жизни. Сегодня в этом зале их действительно много. Я очень рад, что они у меня есть. И хотелось бы для них, ну и для всех присутствующих, конечно же, спеть песню, которую кто-то слышал, кто-то нет, называется «Она плюс друзьям», но петь я ее один не буду, играть точнее, потому как сейчас на этой сцене появится, как я его люблю, подкалывать золотые губы луховиц, замечательный сексофонист, мой друг Кирилл Бурмистров. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Останавливаюсь сентиментальней, Может быть, на фоне прожитых лет. Войне забавней от того, Что этот факт нисколько не огорчает. Встречаю утром вновь на кухне Утопающих ему сигарет. В воспоминания я смакую В горьком трюкосе остывшего чая. Мне вспоминаются ровные И улыбченные лица друзей. Дорогие, как и моя, Давно петляют между будничных трещин. А ведь когда-то мы тащились От петловых или терпких портфель. И поменяя предпочтения Относительно одежды и женщин. Но мне на судьбу Обижаться нисколько нельзя. Не каждому вовсе, увы, В этой жизни даются. Наверное, все-таки Богом Такие друзья. Сердца у которых с двоим Одновременно бьются. Мы не видались, если вспомнить, Получается, как несколько лет. Нас разбросала жизнь по свету, Будто на спор кто-то выбросил в гости. Один готовится ко сну, Другой, открыв окно, Встречает рассвет. И все руки, подовороте проблем, Спонтанно выбраться в гости. Но мне на судьбу Обижаться нисколько нельзя. Не каждому вовсе, увы, В этой жизни даются. Наверное, все-таки Богом Такие друзья. Сердца у которых с двоим Одновременно бьются. Давай, Кирилл! Я становлюсь сентиментальный. Может быть, на фоне прожитых лет Вдвойне забавнее от того, что этот факт Ну нисколько не омерчает Встречаю утром вновь на кухне Утопающий, беру сигарет Воспоминания смакуя В горьком привкусе остывшего чая Воспоминания смакуя В горьком привкусе вчерашнего чая Воспоминания смакуя Спасибо! Переугадминов! Он еще не раз появится на этой сцене И раз уж я заговорил о друзьях, сейчас я хочу на эту сцену пригласить замечательного человека, который делает очень много хороших дел, который действительно живет ради добра. Это заместитель председателя Московской областной организации Союза писателей России, мой большой друг Сергей Сергеевич Антипов. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Сережа. Хорошо быть высоким. Ну да. Знаете, во-первых, хочу сказать, что Сережу действительно мы давно уже знаем, и я, и Денис, мой друг, тоже наш общий друг. Вот, поэтому, конечно, я всегда с большим интересом слежу за творческой судьбой Сережи Кулешова, моего друга, настоящего друга. И от имени Московской областной организации Союза писателей России сегодня, от имени ее председателя Ильва Константиновича Катюкова, заслуженного работника культуры Российской Федерации, хочу передать тебе, Сережа, большие поздравления с новой книгой для писателей. Книги – это как дети. Чем больше книг, тем больше детей, тем больше мы, родители, счастливы, а тем более, когда книги получаются хорошими. Я помню твою первую книгу, которая вышла в свет, мы тогда в Луховицах делали эту презентацию. И как по итогам этой книги практически сразу Сережа вступил в Союз писателей России, это тоже была отдельная история. Мы ее все, ну, по крайней мере, многие знаем. И, конечно, мне очень приятно здесь стоять на этой сцене, поздравлять Сережу с новой книгой. Это действительно здорово. Мы следим за тем, что происходит в твоей жизни. Мы знаем о твоих проектах патриотических, о том, что действительно ты не для гавочки это делаешь, или как это модно так говорить, да? Поскольку патриотизм – это слово такое, которое сейчас пытаются снивелировать и превратить его во что-то такое вот модное, на показ и так далее. Вот я точно знаю, что у Сережи это не так. И в продолжение этого хочу сказать, наша областная организация, Союз писателей России, не так давно учредила специальную награду – медаль, патриотическую медаль в память столетия Великой войны, Первой мировой войны. Она называется «За веру царя и Отечество». И награждаются ее писатели, которые ведут активную патриотическую жизнь, которые помогают России, которые любят Россию. И сегодня, наверное, как никогда более уместно Сереже вручить тебе эту медаль. Я зачитаю постановление правления. Сергей Николаевич Кулешов, постановление правления Московской областной организации записателей России награждается медалью в память столетия Великой войны. За веру царя и отечества, председателя правления Лев Константинович Катюков. Большую радость у Калитонии пьет. Постараюсь им повредить красивый костюм. Спасибо большое. Поздравляем. Спасибо. Ведь на самом деле Сергей Сергеевич является и автором, не скажу проекта, да, а родителем, наверное, издательского дома, который издает огромное количество хорошей литературы. Я подчеркиваю, хорошей литературы. Спасибо, я тронут. И мне нравятся звонки друзей. Но не по делу, как обычно, с тамболом. Фразы там у привычных и сводкой старых новостей. И голоса согреют стужу, но никогда в них скрытая лесть, с которой пробуют залезть, не сняв ботинок грязных в душу. Я не люблю признание пыл, которым правит лишь желание, когда на первом же свидании бесстыдством сломлен трепет крыл. Когда заветные слова звучат безумно у куевсу, и более душу ни волной не дарят должного тепла. Мне не понять свой губный век на берегу под шепот клёнов, где колокольным перезвоном смиряется безумный бег. Я не пытаюсь жизнь продлить, и запад не бросаюсь так же. Там поклятим, как карты ляжут. Одной не страшно, двум не быть. Дорогие друзья, я бы хотел сейчас... Пригласить на эту сцену также моего большого друга, человека, который к этой книге приложил не только руки, но и душу, генерального... И ноги, да? Я не знал об этом, Денис. Генерального директора издательского дома «Серебро слов». Также секретаря правления Московской областной организации «Спасатели России» Дениса Викторовича Минаева, моего большого друга, кстати, обговорился. Вы знаете, вот мы сейчас рядом встанем, чтобы было видно, да? В общем, вот так мы и познакомились. Первый раз Денис приехал в Подмосковье, постучал ко мне в дверь, сказал «Ты Сергей Кулешов!» Я говорю «Улья!» Он говорит «Я творческой личности, я стихи пишу, можно я зайду?» Я понял, что можно. Ему можно все. То есть заходить там, сразу в холодильник готовить, там ложиться спать, все что угодно. На самом деле оказался замечательный поэт, и жизнь сделала нас друзьями. Денис. Что от меня требуется? Переложи еще раз. Хармар. Ну да, на самом деле к этой книге и ноги тоже были приложены, в том смысле, что пришлось побегать, да, и позаниматься ей. И очень приятно, и спасибо, конечно, тебе, Сережа, что ты доверил нам издать эту книгу. Более того, хочу сказать, что тут Сергей Сергеевич уже выходил. Одно из направлений помощи авторам, талантливым, творческим людям, как раз-таки одно из направлений, которое придумал Сергей Сергеевич, это программа поддержки, которая называется «Восхождение». Именно по этой программе первая книга Сергея вышла, и по другому вектору этой программы, когда Сергей Кулешов был составителем коллективного сборника, в результате чего издательство в качестве гонорара выпустило и эту вторую, ну, вторую выпущенную у нас в издательстве книгу. На самом деле, конечно, Крониманский водовитый автор, книга эта ни первая, ни вторая. Что хочется пожелать? Конечно же, поздравить, во-первых, с выходом сборника, и пожелать, конечно же, миллион тиражей твоих будущих книг обязательно в нашем издательстве. Вот. Все, я пошел. Нет. Я, с вашего позволения, чтобы не быть голословным, да, Денис Викторович, прочитайте стихотворение, которое вам придется в образ, да, в образ войти сейчас, Денис. Просто тут по уходу мероприятия оно войдет в тему. Мне очень нравится, как он его читает, если честно. Во дворе мы с соседом Сильвы выпить. Водки решили чуток. Разыскали закуски немного, Друг мой выдохнул, сделав глоток. Ой, какая противная. Баба. О жерех, говори, своей. Жизнь моя словно семь кругов ада С той поры, как совместно мы с ней. Вот, когда прихожу я, вставший, Ну, чуть-чуть алкоголем разит, Тут же краи поднимаются страшные. Вновь напил, свинья, паразит. Надоело своей уборкой, Пылесосом жужжит день за днем, Все в квартире пропитано хлоркой, Как в больничной палате живем. А еще она плохо готовит. Щебескусный, словно вода, Не хватает моей силой воли Это выдержать. Просто беда. И сосед разразился тиран, По красавиц вокруг целый пруд. Для любой он находка, Награда и за ним на край света Пойдут. Тут сказала я, Беги из неволи И отдай мне супругу свою. Встал Серега, Напрягся. Не понял. Я безумно родную люблю. Вот, сегодня я сижу на больничном, Выведу рассеченная бровь, Ну я счастлив. Придумал отлично, Как вернуть в их семейство Любовь. Денис Минаев Раз к семье подошли, Ее улыбка перед сном Ему дарила вдохновение. И он строчил стихотворение Под шум дождинок за окном, Как мало нужно для того, Чтоб человек был просто счастлив. Пусть вечер октября не наслев, Пусть в сумасшествии его Она винит не уставая, Но разве в том его вина Пусть улыбается она, Он будет счастлив, Это зная. Я хочу пригласить Еще одного дорогого мне человека На эту сцену, Моя супруга. Кир, поднимись, пожалуйста, На две секунды. Дело в том, Зачем я это сделал, Вы понимаете, Любим пишущим, творческим Есть несколько категорий, Которым с ними очень тяжело. Первая категория, Это семья, конечно, Понятно, да, Терпеть приходится вот эти вот Холодные пенки, Ледяные ночью, Когда всю ночь Пишешь стихотворение, Возвращаешься, И, собственно говоря, А там кто-то лежит И тебя вреет. Вот, поэтому Спасибо родным За то, что они Нас терпят. Кстати, да, Если вы обратили внимание, На мониторчиках Здесь выведены Как бы вот такие блоки Небольшие. Вот этот блок глубина, Кстати, такие же блоки В книге, То есть, Вы ознакомитесь С ними, Потом почитал. Подарим мне осень Золотой листвы, В предзакатном небе Журавлиный крик, В жизни моей проси, Чтобы с высоты Улыбнулось солнце Хоть на миг. Я готов, Как ты с кострами Жаркими сгореть, Только бы душою Не истлеть. Манят сумракам янтарным Манят сумракам янтарным Колдовская ночь, Чар ее уже Не превозможь. Манят сумракам янтарным На годной мёте Жизни непростой, Жизнь непростой, Только чтоб не стыдно Умирать. И свяжи судьбу мою, Судьбою той, Без которой тяжело дышать. Манят сумракам янтарным Я готов лететь с ветрами, Хоть за край земли, Только б жизнь Не тратить без любви. Манят сумракам янтарным, Колдовская ночь, Чар ее уже Не превозможь. Наигранёте Проливным дождем, Плюс твоих промокших Мостовых, Разбивая озимь мир, Что поглощен, Зазеркаем капель дождевых. Я готов насквозь промокнуть, Сон не открывать, Только б этот мир В себя впитать. Манят сумракам янтарным, Колдовская ночь, Чар ее уже Не превозможь. Падай ремесень Золотой весны, Нагадай мне осень Жизни непростой. В ноябре осень Проливным дождем. Мне не выбить тебя до дна, Как бы сильно не мучилась жажда. Ты однажды проснешься одна, Но не бойся, всего лишь однажды. А пока я смакую каждый глоток, Задыхаясь в облаке русых волос, Ты согреваешь меня, как грох В самый страшный и лютый мороз. Ты ведешь меня, словно звезда, Бережешь, как святая Мадонна. Мне не выпить тебя до дна, Потому что твоя глубина Бездонна. АПЛОДИСМЕНТЫ А для следующей песни Я опять попрашиваю тебя на сцену Кирилла. Такая лирическая нотка. У нас сейчас первый блок подходит к концу. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам с тобой не хватало Поднебесе на двоих. И душа любить устала, Солнце скрылось, Ветер стих. Счастье души равнодушья, Беспощадно, не спеша. Не хватило в райских пущах Веток нам для шалаша. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам с тобой говорили Мы почти со всех сторон. В целом в мире нет счастливее, чем она и он. В разговорах нету пробу, как и порозень вины. Виноваты перед Богом, только вместе, только вместе мы. Так устроено в природе. Жизнь наладит новый год, всё когда-нибудь проходит. И печально, дай, срок пройдёт. И глаза глядят устало, сердце сну безбожьего тихо. Жалко, что нам не хватало прибись на двоих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Дмитрий. Дорогие коллеги. Ну, ещё песенка из таких грустных лирических мотивов. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, как не быть, как могло так получиться. Я успел в тебя влюбиться, ты успел в нас любить. Отчего так происходит? Ты отводишь грустный взгляд. Видно, и любовь приходит к нам порой. Не в попасть. Не в попасть. Я тебя не замечал, обжигал холодным взглядом. Мы с твоей подругой рядом. Дни и ночи в городах. Позабыв прохладу в юг. От свеки к мильные вишни. И теперь я третий лишний. А с тобой мой лучший друг. 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 Мой лучший цвет. Я тебя не всего. Она думает о том, что. Мой хороший лек. Мой лучший друг. Аплодисменты 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 Совсем нелепые подчас, Пусть жизнь — игра, и мы — актеры, Не роли выбирают нас. Прошедший день не повторится, Об этом глупо сожалеть. Порой приходится проститься, Так много не сумев успеть, Прошедший день не повторится, Того, что было, не вернуть. Сниженка тает на ресницах, Ты не спеши ее смахнуть. Бессонница Она разная бывает по разным причинам. И вначале хочу вспомнить тех людей, из-за которых Пора бывает бессонница, Так же дорогие мне люди. Буквально вчера был день памяти моего брата. Его не стало в 2003 году, В возрасте 29 лет ему было. И так случилось, так сложилось. Вчера я пел в Луховицком районе, На сцене, где когда-то давным-давно Он выступал также 23 февраля и пел «Синее море». Судьба иногда действительно интересно играет с нами. Помню запах прокуренных рук, Обнимающих крепко меня. Помню сердце, Размеренный стук и горящий волей глаза. Помню голос, звенящий в тиши Под гитарный простой перебор. Помню просьбу, Серега, пиши. Я пишу, Только пишется вздор. Помню взгляд, Прожигающий вмиг, По наследству теперь он во мне. Помню всё, чётко помню, старик, И горю в прошлом, Сволна в огне. А теперь знаю, там, за спиною, Там, за рощицей чёрных ворон, Ты лежишь под могильной плитой. Но я знаю, ты всюду со мною, Мы теперь лишь поём в унесон. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл Бурмистров Кирилл Бурмистров Мне бы стать свободным вовсе, Душу к небу отпустить, Что ж ты осень так тоскою закружила? Ах, судьба моя дурная, Как с тобою мне прожить удружила? Кирилл Бурмистров Кирилл Бурмистров Кирилл Бурмистров Кирилл Бурмистров Кирилл Бурмистров Кирилл Бурмистров А то, что он и бьёт в окно, И небу в общем всё равно, Что мне не спится, Всю ночь не спится, И даже терпкое вино Не греет душу мне давно, И лишь искрится, Оно и спится. Кирилл Бурмистров Кирилл Бурмистров Среди чёрных белых полос Кто-то, видно, позабыл, Что и мне порою хочется рассвета. Помнил в церкви добрый голос, Мне когда-то говорил, Потерпи, проходит всё, Пройдёт и это... Кирилл Бурмистров « Watching Luina» А то, что он и бьёт в окно, И небу в общем всё равно, Что мне не спится, Всю ночь не спится, и даже терпное вино Не греет душу недавно, и лишь искрится, Оно искрится. Ночь, ты забери меня, подвинь мне тысячи стаи. Прочь, на крыльях сентября, туда, где небо край. Прощай. Редактор субтитров А.Семкин Прощай. А.Семкин 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 Отца. Спасибо. Ночь неспешно к утру клонится, Только сна ни в одном глазу Воседает моя бессонница Вредной бабою на вазу. И, казалось бы, сбрось, задышится, Но союз с нею наш вечен Лишь за то, что мне с нею пишется, Как ни с кем из других женщин. Ты немножко другого ракурса Песня такая, более партнерская, скажи. Ты говоришь, что я выдумал сам Свою любовь, и вот теперь пропадаю. И что она с лишним растаят На радость ведра? Ждешь, может быть, я Наконец-то пойму, Что все оставить, как есть, будет проще. Но отчего же без луны в ночи Заснуть я спокойно никак не могу, А города на картах наши далеки. Но ты скажи мне, Разве в этом дело? Я без тебя Среди людей, как среди тайги Иду по жизни, оступаясь неумело Ты говоришь, слишком много проблем И слишком многое сложится против. Что ж, я уйду, ничего не испортив, Не встревожив, нищем. И, может быть, ты Наконец-то поймешь Мы все оставили, как ты хотел Но дрожью нервную скоро села И эту дрожью ни за что не уймешь А города на картах наших далеки Но ты Разве в этом дело? Я без тебя промежусь Как сын стоит Иду по жизни, оступаясь неумело А города так далеки Вновь не слышно на город ложиться По крывалам ночное сукно И душа моя бьется, как птица В затворенное наспех окно Ей туда бы, к бескрайним просторам Где луна серебрится в реке Где веснуется ветер над буром В облаках, как в махнатой дахе Где к земле преклоняются травы Где волнами колышется рожь Где не нужно ни денег, ни славы Где неведомы злобы и ложь Ей по огненным следам кометы Оцарапать ночной небосвод И, упав на поверхность планеты Повернуть вспять течение вод Ей зарей бы на землю возлиться Тихий стук Я в квартире, темно Это бьется душа, словно птица В затворенное наспех окно И вот когда душа откопится в окно А еще если приходит друг, который Дубит по барабанам, слава богу, продал их Вот, бедные соседи вешаются Этим людям также была написана песня Написана она была благодаря присутствующему В этом сале Цуканову Владимиру И вот моему другу Кстати, готовьтесь, ребят Дело в том, что однажды он приехал ко мне в гости Это ребята из Владивостока Сейчас они, скажем так, живут в Рязани Выступают очень много Лауреаты многих фестивалей, международных конкурсов Лауреаты Грушинского фестиваля Мы иногда встречаемся Мне чем нравится с ними дружить Владивосток, сами понимаете, икра Вот Собственно говоря, вот они Приезжают и иногда делятся И вот однажды мы с Владимиром сидим, разговариваем Он мне такой, Серега, такая строчка родилась Насколько я знаю, потом он ее добил Если что, расскажет сам Говорит, сосед как тварь, не любит плюс Извините, тварь, слово литературное Как бы, да Я говорю, слушай, золотая фраза Это все Это должна быть песня И однозначно это должен быть плюс Вот прям, однозначно Кирилл, поднимаясь на сцену Дело в том, что так, как говорили там Союз писателей России и все такое Даже вот это слово нехорошее Произносить со сцены Ну не очень корректно, да, понимаете Поэтому я использовал вот своего друга Друзей, не использовали, да Он это слово запикивает А каждый, оказалось, думает по-разному Некоторые представляют другие слова Еще более нехорошие Но, собственно, это действительно история из жизни И поклон моим бедным несчастным соседям За то, что они это терпят В пятнадцать лет я первый раз коснулся струн Брынча родным на ненастроенной гитаре Как говорят индейцы, очень много лун прошло с тех пор В минорном блюзовом угаре Гитару я почтением вырустал из рук И с каждым днем включал наш дружеский союз Но понял я постуку за моей стеной один момент Соседка не любит блюз Соседка не любит блюз Соседка не любит блюз Когда летели мои, сверстники росли Их нагоняли при волнении и проблеме Я же каждый день встречался с бомбой ноты дней И жил вне правил и общественной системы Гитару я почти не выпускал из рук И жил бы так привольно в окружении вуз Но за стеной вновь раздался гнусный стук Совсем не в тарт Соседка не любит блюз Соседка не любит блюз Концерт и сцена вот такие вот дела Кто целеверен может многого добиться Не даром музыка в моей груди жила, мои родные Могут мной теперь гордиться Но если честно, не хватает мне порой Я абсолютно откровенно признаюсь То, что заставило работать над собой Спасибо ей, соседке, что не любит блюз Соседке, что не любит блюз Соседке, что не любит блюз Спасибо, друзья Ну и, соответственно, заводивший эту тему в моей голове Владимир Цуканов и Екатерина Леснянская Друзья, на сцену Это гости сегодня приехали специально поучаствовать В моем турском вечере Они очень частные гости всех мероприятий, которые я организовал в Бур-Баю И вообще настоящие друзья Встречения Я бы хотела сказать тебе серьезное условие Что ты приглашаешь нас всегда на свои концерты Это очень приятно Очень приятно тебя видеть Мы сказали несколько таких дальневосточно-рязанских песен Про соседку, да, действительно Это правда Соседка, она не любила Она приходила периодически разбираться Причем, когда блюз сыграл Семена, да Остальные стили ее не волновали И мы тоже сыграем блюз Как раз блюз мы часто сыграем Я бы хочу Написать тебе блюз Но форма давит и шмет Мои шесть растрепанных чувств Не влезает в блокнот Они мы гудаем И я напишу белый стих И сверну из него самолет А если стих достаточно бел И хоть кто не дойдет Пока снег не растает А в марте все будет не так А в марте проснутся ветра Я влезает сон Я влезает сон И все старые сны Что спать так мешают Но стрелки на наших часах Застыли на цифре Вчера И лета еще так далеко И мы уже опоздали Я влезает сон 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 Всего семь подержанных нот, чтобы грызть всё, что сказать не сумею. Ой, это нелепое слово «плюс» начнём и так бьётся во мне. Созвучное со словом «люблю» и словом «болею». О, да, я болею, а во августе звёзды и сны. А во августе ночь до утра, и целая вечность для нас обречала на песни звёздные песни. Но январь я смотрю в темноту и слушаю слон серебра. И да, кто меня послует, наверное, воскреснет. О, да, я болею, а во августе звёзды и сны. О, да, я болею, а во августе ночь до утра, и целая вечность на нас обречённых на песни звёздные песни. О, да, я болею, а во августе ночь до утра, и целая вечность для нас обречённых на песни. О, да, я болею, а во августе ночь до утра, и целая вечность для нас обречённых на песни. О, да, я болею, а во августе ночь до утра. И лам. И в этом Инна неправа, И в этом Инна неправа. И возникает поневоле Вопрос, поставленный всерьез, Чему ее учили в школе? Такой мучительный вопрос, Чему ее учили в школе? Ну я не плачу и не резу нитики, Я верю в светлые деньки, Ведь Инна под влиянием критики, Должна навстречу мне пойти, Должна навстречу мне пойти. Идет весна сидеть солнцем, Цветут цветы, растет трава, А Инна мне не рухнется, И в этом Инна неправа. И в этом Инна неправа, И в этом Инна неправа. И в этом Инна неправа. В душе легко есть нежно, и никого там нет, Кто бы, грубо или нежно, свой оставил след. И ничерикань я не лая, не слыхать уже, Только улица была я на моей душе. ПЕСНЯ 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 Кто бы грубо не верил Это белая дорога По забытый богом путь Где домов уже немного Только завернуть Печет взгляд во мне Утонет Застучит кольцо Заболит вот этот домик Заскрепит крыльцо Но на душе легко и смешно И никого там нет Кто бы грубо или нежно Свой оставил след Кто бы грубо или нежно Свой оставил след Кто бы грубо или нежно Свой оставил след Музыка 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 Не знаю, почему Не знаю, почему так Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok